Наша недельная игра занята двумя темами. Тема одежд коинов, обычного коина и коинга долла, первосвященника. И темы подготовки к открытию Мишкана первого Ниссана. Серьезно, мы читаем эту главу относительно близко к тому времени, когда это было. То есть, это было последние семь дней месяца Адара. Последние семь дней. Ну, что есть еще особенное в этот шаббат? Есть особенное в этот шаббат. Читают Паршат Захор. Помни, что делал тебе амалык. То есть, вынимают два свиткаторы. В одном читают недельную главу, а в другом читают главу Захор. И в Чухонорах написано, что есть многие мнения, что это история. Поэтому в этот шаббат есть особая обязанность меня и быть меня не услышать чтение этой главы. Я начинаю недельную главу. Я начинаю недельную главу. Я начинаю недельную главу. То есть, для светильника должно было быть выжатое первое масло. Выжатое. То, что в магазинах называется Зох, это уже обработано термическим путем. То, что называется Зох, наиболее чистое. Первое масло. Для светильника должно было быть именно выжатое первое масло. А для мучных жертв могло быть и второе. И то, что вышло потом. Палатки с свиданиями Хуцха Пороха за занавески. То есть, это... Ведь мешканцы стояли двух частей. Святая святых и... Ой, о моете. Святое место. Так... Между ними разделялся занавески. Это не в занавески. Не в святая святых. Это во моете было. Ашалу иду с которыми свидетельствуют. Яры Хайсы. Будет его... Разлагать Аарон. Меэрэва... Уванав его... И его сыновья меэрэват Бокя. С утра и до вечера. Ифны адиной перед Богом. Хукас эйгом гадерисом. Вечный завет в поколениях. Мы изменизрою. А цена в Израиле. То есть, тут первая... Первая главка нашей главы. Первый отрывок. Говорит о... Масле для зажигания мноры. И зажигания светильника. И зажигания светильника. Говорит о... Хаа нылист. Чтобы... Он служил мне. Аарон. Надава в Иуэ. Возови самобнэарынь. Сыновня Аарона. Сделай священные одежды Арону твоему брату Лехабуд Уусифорис Почетам и любиколепия То есть одежда должна быть чистыми Красивыми Точно должны быть по размеру На Туатитэдабер говори Всем мудрый сердцем Ашамилиси в руахохмо Которого я напомнил Наполнил духом мудрости Былосу я не сделаю Эзвикды Арон Одежды Арон Чтобы они мне служили И служить они могут Мешкане А дальше в храме Только в этих одеждах А если не хватает одной из них Они не Не считаются Как они И они не могут служить Это им запрещено Эти одежды Что они сделают Хошен Вейфот Хошен Вейфот Умиил Уксейна Сташбейц И рубашка С ячейками Мицнефе Шапка Вейфот 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 Так Тут упоминается Шесть одежд А вообще-то Всего было восемь Обычный Коин Одевал четыре одежды При службе А Коин Гадоу Первосвященник Одевал восемь Какие четыре одежды Одевал Каждый Коин Штаны Рубашку Поезд И шапку Штаны Рубашку Поезд И шапку А что одевал еще Коин Гадоу Первосвященник Он одевал еще Он одевал еще Меил Меил Это была верхняя одежда На нее Он одевал Эйфот И хоша И У первосвященника Еще была Золотая табличка Где написано Кодыш нашим Святой перед Богом Который он одевал На лбу Это была Как бы Корона Первосвященника Еще раз Четыре одежды Для всех Одевал Первосвященник Тоже Он одевал еще Добавочную одежду Меил А на нее Но Эйфот Хошен И Золотую Коронку На лбу Пластинку И золото Написано Кодыш Свят Перед Богом И Конь Кодыш Мог служить Только В этих Восьми Одеждах Интересно Первосвященник Он Производил Восьми Одеждах И Каждый раз Когда он Переодевался Он Дважды Мыл руки И ноги И Окунулся То есть Он Менял Свой статус Это Другой статус Служб В Эймье Кхуэс Азов Они Кто это они Мудрецы У которых Мудрое сердце Произвести Эту работу То они Взяли Зом Это Голубую Шерсть Аргумон Пурпурную Шерсть Шерсть Покрашенная Красным От червячка Шиш Или Сделает Ифот Зов Золото Голубая Шерсть Аргумон Пурпурная Шерсть Шерсть Шморзор И Шерсть Покрашенная Красным И Лен Крученный Мастерской Такой Работой Знаете Как делали Брали Были Как Были Три вида Шерсти И Один Вид Лена Брали Шесть Нит Одного Виде Шерсти Покрашенная Голубым И Ниточка И Золотая Ниточка Шесть Ниточек Пурпурной Шерсти Покрашенная Пурпурной И Ниточка Золотая Шесть Ниточек Шерсти Покрашенная Красная И Золотая Ниточка Шесть Ниточек Лена И Золотая Нитка То есть Шесть Плюс Один Сколько Семь И Было Три вида Шерсти Один Вид Лена Четыре Четыре На Несколькими Цветами Голубым Пурпурным Красным Леном Белым Золото Желтое Он Переливался Разными Цветами Теперь Так Как Выглядел Ифот Как Слыш Как Рашиш Пишет Ифот Был Похож Как Женский Фартук И Он Но Только Как Раз Наоборот Женский Фартук Он Спереди А Ифот Был Именно Сзади И Он Имел Пояс А У Него Были Сзади Плечики Которые Поднимались И Тут Они Спускались И Тут Были Два Тут Были Камни Шо А Один А Тут Второе Плечико И Второе Камни Шо Из Такого Из Шоа Привыкли Переводить Оникс И На каждом Из плечиков На каждом Из камней Были Выгравлены Имена Шести Колен Теперь А как Выглядел Хошен Хошен Брали И И Фот Был Соткан Из Вот Этих Ниток Что Мы Уже Говорили Три Вида Шерсти Лен Из Каждый Из Ниток Была Сплетена Еще Золотая Нитка А Одна Нитка Которая Соединяла Все Эти Четыре Она Была Из 28 Ниточек И Она Переливалась Всеми Цветами Из Этого Был Соткан Эйфот И Из Этого Ткали Хошен Тоже Тко Хошен Был Кусок Ткани Рокоть Длины Полоктя Ширины И Складывали Его Два Раза И Были Два Соединения Хошен И Фот Они Были Соединены Сверху И Соединены Снизу Если Хотите На рисунке Увидеть Как Это Выглядел Так Я Постараюсь Показать О Это Параша Так Выглядел Эйфот Напротив Сердца Был Кусочек Ткани И Если Хочем Два Пяти Видов И На нем Было Четыре Ряда Камней И Были В каждом Ряду Было По Три Разных Камня Четыре Ряда На Три Двенадцать Камней То есть Каждое Колено Было На Другом Камне Это Было Напротив Сердца Коина И Соединялись Эйфот Схошеном Соединялись Сверху И Снизу Сверху Тут Была Такая Ячейка Которую Можно Было Вставить На Правом Плече И На Левом А У Хошена Сверху Были Колечки Брали Цепочку И Проводили Тут И Оба края Цепочки Я говорю Параши Вставляли В ячейку Правую А И было Кольцо Слева Тоже Проводили Цепочку Где Оба края Вставляли В ячейку На Левом Плечике Так Они Были Соединены Сверху А Снизу Было Колечко Ухошена И Колечко Уэйфода И Между Ними Их Соединяли Голубой Ниточкой Голубой Ленточкой Конечно Они Соединяли И И так Они Были Соединены Хошен И Эйфод Мы Уже Говорили Что Был Еще Меил А Эйфод И Хошен Были Над 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 Вот Этой Одеждой Меил Как Выглядел Меил Есть Тоже Разные Мнения Интересно Мнение Раша Выглядит Что Это Было Тоже Как Рубашка Но Верхняя Мнение Рамбана Что Она Была Без Рукавов И Она Была Соединена Сверху А Снизу Была Открыта Вот Это Ее Вид По Рамбану По Рамбану То Что Я Показываю По Рамбану Она Так Выглядела Сверху Она Была Шита Соединена А Снизу Можно Было Ей Закутываться Или Открывать А Как Вообще Выглядели Одежды Простого Коина Штаны Были От Пояса И До Колен Рубашка Была С рукавами И Почти До Пят Между прочим Коаним Ходили Босиком Да Если Вы Помните Когда Бог Открыл Само Ше Что Он Ему Сказал Сними Оба Оба Не Должна Разделять Теперь Пояс Был Интересным Он Был Длиной 32 Локтя Если Принять Что Локоть Это Где-то Пол Метра То Сколько Это 32 Локтя Длины Где-то Около 16 Метров Допустим Даже Не 16 15 Метров Если Локоть Немножко Меньше Пол Метра Как Как Можно Было Опоясываться Просто Крутили Его И Крутили Потом Завязываем Шириной Он Был Как Три Пальца Допустим 6 Или 7 Сантиметров Ширины Интересно Хасхис 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 Гарт Чем-то Похож На На Это Но Он Не Настолько Совсем Не Настолько Длинный И Не Настолько Широк А Там Он Был Шириной 6-7 Сантиметров А Длиной 32 Локтя Шапка Коэна Была Длиной 16 Локтей Понятно Колоба Не Занимает Такого Места Но Просто Ее Закручивали 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 Четыре одежды Обычного Коэна Были Из чистого Лина Только Из лина Единственный Пояс Коэна Обычного Коэна Он был Тоже Из лина Эту службу Он делал В четырех Линирных Одеждах Но Там Пояс Был Другим Он Был Только Из льна Одежда Коэн Годова Который Который Входил Пояс Там Был Вместе С нитками Там Были Вотканы Шерстяные Нитки Трех Видов И трех Цветов Шерсты Голубой Пурпурный Красный И Тоже Самый Обычный Коэн При Службе Тоже Одевал Пояс Который Был Который Был Из льна И Днем Были Вотканы Нитки Нити Из Ниточки Из Голубой Шерсти Пурпурный И красный Говорят Это Одной Причин Заповеди До конца Мы же не знаем Но Иное Объяснение Которое Можно Сказать Что То Что Делают В храме Не Пользуется Будничной Жизнью В храме У Коинга Дога Хэйшен Эйфот Был Из Шерсти Сальном Погодны Которые Покрывали Мешкан Были Из Шерсти Сальном Пояс Который Одевал Да Даже Обычный Коин Были Сотканы Еще Все Сальном Это одежда Только в храме Что? Это одежда Только в храме Это одежда Для службы И вообще-то В храме Во дворе Храма Большая Часть Службы Велась Возле Медного Жертвенника Во дворе Храма Принесение Всех Где производилось Подавляющее Большинство На медного Жертвенника Во дворе Храма А Коин Босиком Ходили Только Во дворе Храма А На улице Когда они Ходили На улицу Они могли Одевать Оба Какую Хотели Во дворе Храма И в храме Они ходили Босиком Так интересно Имена Колен Были Написаны И На двух Камнях Шоам На плечах И На На двенадцати Камнях Которые Коин Нес На Нагрудники На Хошень Было Двенадцати Камней Интересно В Хошена Повала Еще Особая Функция Написано Тут Бен Носато Хишена Мишпот Поважив Хошен Мишпот Это Урим Веса Тумим Урим И Тумим И Будет Носиться Арона Что Значит Урим И Тумим Урим Это Освещает А Тумим Делает Полноценным То есть Раша Говорит Хошен Это Хошен А Урим и Тумим Это Писали Имя Бога И Вставляли Это Между Думя Скратками Хошен Я Сказал Что Уже Упомянул Что Хошен Был Сложен Удважный Так Между Ними Было Вставлено Написанное Имя Бога И Когда У Еврейском Народе Был Вопрос Что Делать И Как Спрашивали Руководители Народа Царь Руководитель Армии Мог Подойти К Первосвященнику Коингадову И Спросить Его Выйти На Войну Или Нет Будет Удача Или Нет И Сразу Начинали Высвечиваться Буквы И Ответ Хошена Был Пророческим И Окончательным Пророческим В книге Шофтин В книге Шуа В книге Шофтин В книге Шмуэл Рассказывается Много Раз Как Пользовались Хошеном И спрашивали Вопросы И получали Ответы Во втором Храме Геморраги Нам Рассказывает Что Сорок Лет После Постройки Второго Храма Потеряли Умерли Последние Пророки И ушло Пророчество От еврейского Народа По-видимому Это было Одно Связано С другим Интересно Тут Тора Уделяет Большую часть Нашей главы Позвещает Одеждам Коина Одеждам Коин Годова Мы видим И Приводится В законе Что если Коин Не одел Свои одежды Или Они были Не по размеру То Он не имел Права Вести службу Мы видим Какую важность Тора Уделяет Одеждам Коина Одежда Коин Годова Мы видим Что Одежда Занимает Важное место В гимаре Говорится Насчет Шабата Что человек Должен Особенно Уважить Шабат Чтобы на Шабат Была Особая Одежда Вообще Одежда Форма Одежды Человека Говорит О нем Как он себя ведет Достойно Или нет Видимо Сколько Тора Уделяет Внимание Одеждам Коина И Коинга Дова Ой Я Ничего Не Сказал Про Мею Верхнюю Одежду Я Только Сказал Как Он Выглядел Но Он Был Знаете Из чего Он Был Полностью Из голубых Из голубых Ниток Тхилет Между прочим Тхилет Должно быть Из крови Определенного Существа Хелозон Который Времена Толмуда Этим Еще Пользовались Временат Упоминается Времена Толмуда Как Пользовались Потом Потерялся Есть Сейчас Мнение Предположение Нас Казачат И не Даже Есть Такие Которые Носят Одну Из ниток Цити Делают Из этого Живота И этого Существа Смотрите В цити Ты выполнил Мыцву Хорошо Если ты верно Выполнил Мыцву Неверно Не выполнил Но ты ничем Не рискуешь А вот Относительно Службы В храме Если Не делают Из этих Ниток Которые Надо И ошиблись Видом Существа Из которого Надо взять Эту краску То Ты не сделаешь Что надо Ты не имеешь Права Служить в храме Коин не имеет Права Служить Ну Дай Бог Вскоре Будет построен Храм Бог Поможет Это найти Не только Это Есть еще Много Других Вопросов Неоднозначных Какие Одежды В форме Одежды И в других Вопросах Теперь У этой Одежды Были в конце Голубые Нитки Пурпурные Были Гранатики Из трех Видов Шерсти И там Были Золотые Колокольчики Чем Можете Геморуб Хород Точнее Мне Нужен Арахин Но Они Идут Вместе Геморан Варахин Нам Говорит Что У одежды Коэна Была Особая Сила Прощения Она Помогала Прощению Евреев Когда Они Одевали Гемора Нам Рассказывает Каждый Из них На что Она Имела Сила Прощения Гемора Говорит Так Как Жертвы Прощают Так И Одежды Коэна Прощают Видимо Коэн Имел Ввиду Канон Одевал Чтобы Они Прощали На Еврейский Народ Рубашка Прощает На Проливании Крови Штаны Прощают На Разврат Гемора Говорит Более Подробно Я Не буду Вдаваться В Тонкости Эти Виды Прощения Не Означают Совсем Не Означают Что Человек Человек Должен Делать Чуву Но Это Имеет Сего Прощения Штаны Прощают На Разврат Шапка Прощает На Гордость Потому Что Она На 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 Которые Считают Себя Выше Всех По По Прощает На Нехорошие Мысли В Сердце Хошен Прощает На Искривление Законов Про Пропровод Суда И Фот Прощает На Долбоконство Меил Прощает Если Говорили Лошонара То Что Нельзя Говорить Какое Это Меет Отношение Одно К другому Мы же Говорили Только Что Были Гранатики И Были Колокольчики И Когда Арон Входил То Колокольчики Звенели И Услышался Его Голос Так То Что Создает Голос Прощает На То Что Человек Говорит То Что Не Надо Хорошо Нара Интересно Тут Есть Еще Намек Меил Написано Так Его Скать Наверху Его Край Должен Быть Шит Внутрь Видите Вот Наши Пиджаки Как они Шиты Вот Так Правильно А Меил Должен Быть Шит Как раз Наоборот Вот Так Должно Быть Вовнутрь То Есть Держать Держать Рот Закрытым Не Говорить То Что Не Надо А Цит Вот Эта Золотая Пластинка Прощала На Нахальство Нахальство Потому Что Она На Лбу Написано На Мейцах Написано Что Это Нахальство Ну Говорили Про Одежды Коина Мы Сейчас Находимся Прямо Перед Пуримом Поговорим О Событиях Пурима И О Заповедях Пурима Есть Событие Пурима Было После Начала Постройки Второго Храма И Потом Была Приостановлена Постройка Потом Была Закончена Во время Приостановки Остановки Постройки Второго Храма Были Эти События Которые Они Записаны В Свитке Эстер Книги Эстер Ибн Эзра Задает Вопрос Почему В книге Эстер Не упоминается Имя Бога Во всех Книгах Из Священного Писания Ей Упоминается Имя Бога Свитки В книге Эстер Нет Я видел В книге Йосеф Лекар Дает На это Интересный Ответ Надо же Знать Что Есть Две Линии Которые Бог Руководит Миром Есть Линия Открытых Чудесов Открытых Чудес И Скрытых Бывает Что Бог Раскрывает Своё Мешательство В событии А есть Скрытые Чудеса Которых Не прямо Видно Вмешательство Бога Только Нужно Внимательно Посмотреть Тогда Можно Это увидеть Пример Скрытых Чудес Мы Находимся Сейчас Чуть Чуть Больше Месяца До Песаха Перед Выходом Евреев Из Египта Бог Послал Моше Аарона К фараону Моше Приходит К фараону Выпускаешь Евреев Хорошо А нет Все Воды Египта Превратятся В кровь И Моше Аарон Вместе С фараоном И Можем Подходят Книгу Аарон Ударяет Жезлом И Вода Нила Моментально Превращается В кровь Хочешь Выпустить Евреев Хорошо Нет Будет Нашествие Лягушек И так Далее Это Открытие Вид На Мешательство Бога Это Один Путь И Этим Путем Бог Бог Ввел Себя Перед Выходом Евреев Из Египта И Когда Евреи Были Вкусты В Событиях Которые Из-за Которых Мы Празднуем Пурии И Которые Описаны В Могилла Тестер Открытых Чудес Не было И Поэтому Бог Не Присутствует Там В Открытой Форме Интересно Что В Скрытой Форме Присутствует Имя Бога Что Значит Скрытой Есть Место Например Которым Есть Четыре Слова Подряд И Первые Буквы Этих Четырех Слов Составляют Имя Бога Основное Имя Бога Это Какое Ют Кей Вов Кей Правильно Так Есть Одно Место Которое Первые Буквы Этих Слов Составляет Ют Кей Вов Кей И Есть Место Магелла Тестер В Которых Последние Буквы Четырех Следующих Которые Слов Которые Следуют Одно За Другим Тоже Имя Бога Ют Кей Вов Кей Скажите Вам В каком Месте Первое В каком Второе Первое Может Более Известно Когда Эстер Ведя Себя В Открытую Опасность Пошла По приказу Мордыхая Королю Просить За Еврейский Народ Он Протянул Ей Жезл Он Спрашивает Что Ты Хочешь До Эстер Королева До Полцарства Я Тебе Я Прошу Что Я Во Хамелех В Хаман Хайом Давайте Послушаем Я Во Первая Буква Ют Хамелех В Хаман Ва Хайом Сегодня Основное имя Бога Это Ютки Вовки Из четырех букв Она Говорит Просит Чтобы и король и оман Пришли к ней На пир А где Есть четыре слова подряд Что Последние буквы Этих четырех слов Тоже Составляет собой Четырех буквы Имя Бога Ютки Вовки Помните На втором пире Когда Эстер Обращается Королю И говорит Что мы были проданы Я и мой народ И потом Король Расследовался На Намана Что написано Там Аман Пошел Просить Милость Уэст Потому что Кираа Он увидел Ки Ки Это ют Халта Кончилась Иглаб Небо Араа Беда Ки Халта Иглаб Араа У него Уже законченная Беда Мейсамбелых От короля То есть У короля Он уже сгоревший Ки Халта Иглаб Араа Так Последние буквы Этих четырех слов Это тоже Ютки и Вовки Очень интересно Самый высокий Подъем Романа Это как раз было Что его пригласили Пировать Вместе С королем И королевой На основании Чего я говорю Что это Самый высокий Его подъем А Скажу вам На основании Оценки Самого Амана Когда Аман Рассказывает Своей жене И друзьям О своем величии Так он начинает Хвалиться И он говорит Я Рассказываю О своем величии Как король Его Возвысил Над всеми Заканчивает Предложение Зачем Говорит Аман Сказал Аман Так же Не позвала Королева Пировать С королем Вместе с королем Только меня То есть Это еще Это еще выше Я уже Я уже почти Как король И именно Там Зашифровано Имя Бога То есть Все это величие Амана Это Сделано Богом Из-за кулис Это его расчеты Поднять его повыше И бросить вниз А Второй Куст Отрывок Где мы читали Последние буквы Четырех Идущих Одно за другим Слов Это полное попадение У него уже Он уже У короля сгоревший То есть И Поднятие его От Это расчеты От Бога И падение его От Бога Но В скрытой форме Не в открытой И в событиях Могилы Мы действительно Открытых чудес Не видим На первый взгляд Кажется событие Тривиальное Обычное Король Ахашвирош Делает пир Скажите Он единственный В мировой истории Кто делал пиры Конечно нет Многие делали Он просил У своей У своей Ахашвирош Просил У своей жены Придти Бывает Что муж Просит у своей жены Бывает Может Бывает ли такое Что Жена Она не слушает Мужа И не Соглашается Делать то Что я ему просил Такое может Произойти Или нет Ну Это уже Судите сами Понятно Не у каждого Мужа Есть такие Возможности Наказать Жену Как Ахашвироша У него были На это Широкие Возможности И дальнейшие События Могилы На первый взгляд Выглядят Совершенно Обычными Но Если мы будем Сопоставлять События Которые О которых Рассказывает Нам Могилы Сопоставлять Их Мы увидим Что Есть Противоречия Вот возьмем Первое Как Ахашвирош Относится К своей жене Ваш ты Была Из важного Царского рода И очень Красивая Один раз Она Не сделала То что Он ее просил Не послушала Его Что он с ней Сделал Убрал Из дворца И как написано В Геморре Казнила Ее А Эстер Он ее Спрашивает Скажи мне Из какого Народа Ты Из какой Семьи Она Не отвечает Мне кажется Что очень Многие Не пошли На такой Жен Дух Которые Даже Такие Которые Не находятся В таком Хорошем Положении Как Ахашвирош У него Было Много Много Возможностей Найти Се Жену Ахашвирош Хотя Она Отказывается Сообщить Берет ее В жену Это же Скажите Если кто-то Приходит Устраиваться На работу Просит ее Знаешь что Пожалуйста Заполни бланк Фамилия Имя Отчество Где работал Что Вы знаете Заполнять Бланк Я не хочу Хотите Меня брать На работу Берите Не хотите Не надо Как вы думаете Его возьмут На работу А А то Что Она не сказала Из какой Семьи Она Из какого Народа Не ответила На самые Простые Вопросы И Он берет Ее В жены Объявляет Ее Королевой Эти два Вида Поведения Соответствуют Одно Другому Или нет Нет То Дальше Можно Было Думать Что Ахашвейру Это было Не важно Нет Мы читаем Что он Сделал Специально Пир Он Сделал Не Прошу Пожди Не Пир Он Сделал Заново Конкурс Для Девушек И При Всем Этом Эстер Не Рассказывает Так Написано Что Это Означает Он Намеренно Сделал Еще Новый Конкурс Что Может Быть Она Расскажет Она Не Рассказывает И В дальнейшем Она Его Жена Он Ее Спрашивает Она Не Отвечает На втором Пире На котором Эстер Пирует С королем Так Он Ее Спрашивает Что Ты Хочешь Чтобы На Завтра Чтобы Король Вместе С Аманом Пришли Завтра На Пир А Завтра Я Сделаю То Что Король Просит Не Написано Что Король Просит Расскажет На месте Говорит Так Завтра Я Собчу Из Какого Народа Я То Что Это Означает Что Они Уже Много Раз Об Этом Беседовали Кор И Когда Она Говорит Королю Завтра Я Сделаю То Что Король Просит Уже Понятно О чем Идет Речь И он Продолжает Держать Ее Как Королеву Второе Что Бросается В глаза Событие Которое Происходит Как Говорят Как Раз В тот Момент Аман Прошел Увидел Что Мордхай Ему Не Клоняется У него Терпение Лопнуло Он Решил Уже Теперь Не Ждать До Назначенного Времени Что Будут Убивать Всех Евреев Прийти Королю Попросить Разрешение Повесить Мордхая Между Прочем Персидская Империя Была Государством Законно Не Государство Анархии Второй Человек В стране Без Согласия Короля Не мог Никого Косниться Аман Второй Человек В империи Не мог Ну Он Он Решил Сделать Виселицу Так Так Виселицу Ему Посоветовали Поставить Виселицу 50 Роктей Сколько Это 50 Роктей Где-то Грубо говоря 25 метров Скажите Чтобы повесить Человеку Нужна Такая Высокая Виселица Достаточно Намного Меньше Зачем Нужно Было Такое Большое Сооружение А? Я Видел Интересное Объяснение Аман Он же Был Занят Государственными Вопросами И то Что Мартхай Ему Не кланялся Это Сделало Ему Боль В сердце А Как Эту Боль Вылечить Очень Просто Когда Он Увидит Своего Врага Мартхай Повешенного Как Какое Важение Для Сердца Какое Успокоение Ам Ам Но Он же Занят Вопросами Империи Что же Делать Так Он Специально Поставил Такую Высокую Виселицу Что Он будет Сидеть В своем Кабинете И Видеть Своего Врага Мартхай Повешенного Это Это Было Такой Глубокий Замысел Теперь Он Всю Ночь Старался Не Спал Стоял С Рабочими Чтобы построить Виселицу Писи Афракция Это Непростое Сооружение 25 метров Рано Утром Он Быстро Бежит Королю Просит У короля Разрешение Повесить Мурдыхая Представим Себе Что Если бы Амана Перехватил бы Журналист Как в наше время Всех Перехватывают Чтобы Если Аман Не скрывал Свои планы Как бы Выглядела Беседа Уважаемый Аман Куда Вы так Торопитесь Королю Для чего Повесить Мурдыхая Как Вы думаете Король Улиц Ворвит Вашу Просьбу Что за вопрос Я у него Первый В империи А что Вышло Как раз В тот момент Ахашвей Рош Не мог Заснуть И Зачитывали Перед ним Разные Истории И Среди Прочего Как Мурдыхай В свое время Спас Короля Ахашвей Рас Спросил Ему Чем-то Отблагодарили Нет Говорит Что нет Так он Обращается К Аману Скажи Что делать Человеку Которого Царь Хочет уважить И Аман Понимая Что конечно Имеет ввиду Его Скажите А кого еще У гордых людей Они всегда В центре мира Кого еще Можно уважить Кроме Кроме Него Так он Говорит Самое Лучшее Что он Только Думал И Он Только Закончил Свои Слова Король Говорит Иди И сделай Это Мурдыхай Ну Скажите В тот же Момент Скажите Это Случайно У него Было Слишком Крепкое Сердце Что Не Бого Разрыва Сердца На месте Он Шел За Одним А Вышло Совсем Другое То есть Это Чудо Замаскированное Но Можно Видеть Штрих И Можно Это Наблюдать Именно В тот Момент Это Так Произошло Интересно В Пуре Принято Маскироваться А почему Я Слышал Объяснение Что Как Чудо Было Замаскированным Так И мы В Пуре Маскируемся И Можно Еще Сказать Так Представьте Себе Кто-то Замаскировался Под медведя И Идет Кто-то Медведи Из шкуры И Гуляет По городу Что Говорят Все окружающие Медведь Так Медведь А То Кто знает Этого Человека Ближе Его Сосед Его Близкий Друг Его Двоеродный Брат Знаете Что он Скажет По движению Плеча Я вижу Что это Мой Двоеродный Брат Вот Он Точно Так Двигает Плечами По Его Походке Это Это Мой Двоеродный Брат Похожие Можно и Сказать О событиях Которые Происходят С Еврейским Народом Во все Времена И в Наши Дни То Кто далек Не видит И не Замечает Ничего Событие Так Событие Было Так Было Так Произошло Так Так А То Кто Ближе И чувствует И ощущает И старается Увидеть Он Видит По штрихам Видит Мешательство Бога Из-за кулис Одно Из Важных Содержаний Пурима Продумать И прочувствовать Руководство Богом Над миром В скрытой Форме И в событиях Пурима Понять И прочувствовать Разные Штрихи То, что Написано В могиле И в событиях Еврейского Народа В годы В годы Средневековья За прошедший Век За За наше Время Увидеть Почувствовать Руководство Бога Которое Происходит С нами В наше Время Вообще Это все Наше Существование Тут Середи Массы Враждебных Стран Как мы Тут Существуем Как мы Сохраняемся Это Совершенно Неестественно Как мы Тут Живем Со всеми Попытками Наших Врагов Со всех Сторон На юге На юге В Газии На севере Хизбава Тут Тут Иран И даже Наш Хороший Друг Абу Мазан Надо было Быть Лучших Друзей Как Как мы Существуем Среди Этой Массы Врагов С их Постоянным Желанием Нас Уничтожить И Слава Богу Мы существуем Нас это Понять и Почувствовать Как Есть Бог Который Хранит Нас И Это Основных Действий Впурим Хороший Впурим Всем Слава Богу Слава Богу